доброе время суток уважаемые зрители сегодня у нас на рассмотрении интересная монета привез ее из германии купил ее в антикварной лавке интересная такая лавка была там было представлено очень много солдатиков оловянных старых одежды военные амуниции разные там ножи кортики огромное количество пивных кружек стеклянных фигурок дядька который сидел там торговал был такой очень колоритный баварец бородой вот я с ним разговаривал на английском языке вот со мной был мой отец с ним разговаривал хотел там что-то купить у него разговаривал с ним на немецком языке а потом когда он услышал что мы разговариваем между собой на русском языке начал разговаривать с нами на русском языке было видно что это язык его не родной что много учил молодец мужик знает много языков очень хорошо знает историю своего места баварии вообще мировую было очень интересно с ним поговорить это расспрашивать каждую вещь которую там можно было спросить он бы рассказал историю неважно то или советские кортики наградные парадные или те же самые монеты или кружки пивные баварские вот вернемся к нашей монетки это у нас 5 рейхс марок 1935 года вот я смотрел не было много разных монет я решил выбрать именно эту монетку которая которая что-то в ней мне показалось часть истории которую нельзя забывать это на решил сохранить как напоминание то что было это монета юбилейная она выпущена к годовщине прихода нацистов в власти ко второй годовщине есть такая же сама 34 года это 35 вот вообще эти монеты именно с таким дизайном выпускались 3 4 35 годах с 2 года более здесь мы видим у нас на аверс на версии изображена церковь здание это так называемая гарнизонная церковь находится она находилась она в городе подсдам была она построена ты строил строительство происходило с 1733 по 35 года при короле пруссии фридрихе вильгельме первым вот собственно его останки потом там более захоронены и простояла до сорок третьего года это церковь 40 не останки были до 43 года они потом были эвакуированы в сорок пятом кстати там его сын тоже был похоронен хотя он хотел в другом месте но его особо не спросили похоронили рядом с папой вот в сорок пятом году 14 апреля перед окончанием войны она полностью выгорела сгорела вот ну и потом уже во время гдр решили шестидесятые годы хотели восстановить ее там церковь что-то хотели от но было решено центральным комендентом социалистической партии германии чтобы никаких не было попыток что либо вернуть как просто стерли сравняли построили там какое-то другое здание вот церковь связана не только с королями помнится наполеон когда пришел тоже взял и под свою защиту это здание и но сказал что если бы германия тогда управлял вельгель то ему было бы намного тяжелее взять бы вот не германия пруссия завоевать взял по свою личную защиту вот но собственно почему фашисты взяли ее к себе нацисты взяли к себе на монету эту церковь не просто вот 21 марта 1933 года в день который вошел из старой германии как день подсдама гарнизонной церкви состоялась первое заседание 1 рейхстага там собственно рейхст-канцлер гитлер получил власть но отсюда начаться нацизм и все это мракобесие у нас которые происходили что привело дальше к первым ко второй мировой войне великой отечественной были уничтожены миллиона людей вот всякий правитель пытался насколько мы знаем все свои какие-то достижения какие-то события увековечить в том числе и нацисты это сделали очками ли эту монету вот чтобы увековечить то что они пришли чтобы осталась память на это конечно помним и каждое 9 мая отвечаем день победы вот как я уже сказал это монета была выпущена в первой годовщине прихода к власти нацистов вот монета достоинством 5 рейхст марок выполнена она из материала серебро ну будем сказать честно это сплав 900 серебро 900 проба вот вес монеты 13,889 грамма диаметр 29 миллиметров толщина 2,5 миллиметра я достану из капсулы покажу вам что изображено у нас на гурте на гурте есть надпись практически все свои монеты крайне в капсулах поэтому вот мы видим здесь идет надпись на немецком языке я не знаю насколько хорошо вам видно освечивает и расфокусировка если сделать перевод на русский язык то это примерно как звучит как общее благо имеет приоритет над личным интересом собственно мы знаем чем эта идея закончилась потом для миллионов людей общие интересы по отношению общее благо по отношению к личным интересам ну и такая вот интересная монетка кстати дайте расскажу немного про тираж выпущена она была на шести монетных дворах германии именно та которая у меня монетка если посмотрите здесь внизу есть буковка и вот вот со мной циркушкой не знаю видно нет я же поднесу видим буковка е так вот это знак монетного двора двора вообще их есть A, D, E, F, G, J вот монетного двора которая обозначается буковкой и было выпущено 2 миллиона 739 экземпляров в принципе это достаточно небольшой потому что например берлинский монетный двор который обозначается буковкой A выпустил 14 с половиной миллионов экземпляров ну в общем монета довольно распространен так она легко можно найти на аукционах в b или других каких нибудь аукционных монетных вот ну мне казалось она интересная значимая поэтому я решила приобрести ну и здесь мы собственно на А версии можем увидеть название страны год выпуска достоинства опять рейхсмаров и год чекана если вам видео понравилось ставьте пальчик вверх не забывайте подписываться спасибо что смотрели до свидания да спасибо